Всем привет дорогие друзья, с вами Ран Череп и владельцы устройств Congertech Topbox Mini скорее всего знают, что мини RBA база, которая идет в комплекте, имеет маленькие отверстия для жидкости подачи, вот, и многие советуют ее рассверлить, в общем-то я прислушался к этим советам и рассверлил ее, вот такие вот отверстия получились, их диаметр составляет 4,5 миллиметра и мне после того, как я это сделал, показалось, что 4,5 миллиметров будет много как-то, 4,5 миллиметров это столько же, сколько и в сменном испарителе, именно поэтому я и рассверлил ее на 4,5 миллиметра, однако, смотря сквозь вот эту вот дырку, отверстие если точнее, дырка у кого-то между ног, смотря через это отверстие, я внезапно осознал, что, а может быть зря, может быть зря я рассверлил базу так сильно, в итоге я хочу сейчас поменять ей спираль, поставить новую вату, посмотреть, что вообще из этого получится, может я все испортил, а может быть и получится клево, в общем, давайте это сейчас и выясним, так, давайте возьмем нашу РБА базу, открутим вот эту вот штуку и снимем юбку, итак, вот такие вот отверстия у нас получились, да, они весьма большие, если заглянуть внутрь, если камера, конечно, сфокусируется, будет видно, видно, что отверстие новое, рассверленное, даже зацепило резьбу с внутренней стороны, и это может оказаться не очень гуд, хотя, в принципе, юбка закручивается и все нормально, но вот я за это переживаю, итак, дальше мы выкрутим наш старый койл, и поставим сюда свеженький. Далее нам, естественно, же понадобятся койлы, вот такие вот койлы у меня есть, с сопротивлением 0,3 Ом, шириной 2 мм, из кантала. Койл установлен, осталось прожечь его и засунуть вату койл мастера всяких, у меня нет, поэтому будем это все делать при помощи самого бокс-мода. Итак, давайте для начала открутим, собственно, бак, и вытрем испаритель сменный и выкрутим его. Отлично. Испаритель выкручен. Сейчас я протру вот эту нижнюю часть бака, в которую вкручиваются испарители и где регулируется обдув. Навинчу ее на бокс-мод. Отлично. И поставим сюда нашу обслужку. Бокс-мод спрашивает, новый ли это атомайзер. Давай, фокусируйся. Мы отмечаем, отвечаем, что да. И пока что, скорее всего, не видно. Не получается сфокусироваться на экране. Ну а сейчас сопротивление 0,34 Ома. Что ж, прожигаем. Так, ну, не знаю, вроде не похоже, что есть какие-нибудь КЗ. Теперь настало время сюда запихнуть вату. Но я вот в раздумьях взять комплектную вату. Или же взять вот эту вот, которую я недавно купил по бросовой цене за 10 рублей. Каждый вот этот квадратик 10 рублей. Я вообще думал, японовата дороже будет. И я, если честно, не понимаю тех людей, которые там что-то пытаются парить на ватных дисках или ищут какую-нибудь особенную вату в аптеках. Камон, пипл! Обычная вейперская вата в любом вейп-шопе стоит 10 рублей. О чём мы? Я не знаю. Или мне попробовать комплектную сюда заправить. Или же мне взять вот эту попробовать. Чего она из себя представляет? Даже не знаю, даже не знаю. В итоге решил, что попробую эту новую за 10 рублей. Отрезаем нужную нам полосочку. В данном случае, когда у нас вот такие вот отверстия огромные в юбке, я так думаю, что нужна ваты побольше. Почему? Ну... Потому что... Отверстия большие. И тоненькая ватка вряд ли туда попадёт. Отлично. А вату мы установили. Самое время её подраспушить. Теперь, в общем-то, момент истины. Чё так будет в отверстиях? К моему удивлению, всё не так плохо, как я думал. Ну что ж. Осталось лишь попробовать то, что у нас получилось. Ну что ж, я могу сказать по этому поводу. Однозначно, теперь больше пара. Но здесь есть один момент. Я не уверен. Больше пара это стало от отверстий, которые я сделал в РБА базе. Или же всё-таки от новых коилов, которые я недавно купил. И вот поставил как раз свеженький на 0.3 Ом. Номинальный на 0.3, а в итоге получились на 0.4. Вот. Но у меня таких ещё не было. Минимум, это был 0.5. Сменный испаритель на никеле. А обычные коилы из комплекта, они шли, по-моему, на 0.6 и т.п. Того. Вот. Значит, вкус, вкуса, если честно, как-то маловато. Со вкусом я ещё хочу попробовать сделать такую вещь. Я опущу коил к обдуву и пониже. Потому что сейчас он у меня находится где-то на уровне стоек. И хочется его как-то пониже опустить и поднять немного вкус. В целом, я доволен. Проблема решилась. Теперь на этой РБА базе пропали гарики. И... Теперь это можно нормально парить, ну, скажем, там, на 30 Ом. Хотя 30 Ом, если честно, всё равно многовато. Но чувствуется уже, что вата такая начинает тёплая становиться, уже ощущается такой небольшой привкус ваты. Но в целом, даже на 30 Втах это парибельно. А, и что самое главное, в общем-то, можно теперь даже на 18 парить. И всё равно будет такой навал получаться. И это получается тоже своего рода плюс, потому что можно заряд аккумулятора экономить таким образом. И, в общем-то, всё. Всё, что я хотел сказать. С вами был Ранчереп. До скорых встреч. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...